Не уследил за причалом. В Волгограде начались слушания по делу о крушении прогулочного катамарана летом прошлого года. В результате катастрофы тогда погибли 11 человек, в том числе нетрезвый капитан. На скамье подсудимых оказался директор лодочной станции. Почему он не остановил отплате судна, разбирался Андрей Штукатуров. Предварительное слушание по громкому уголовному делу, связанному с гибелью катамарана Елань-12, в Ворошиловском суде Волгограда проходило в закрытом режиме. Людей в зал заседания пускали строго по спискам. Единственное подсудимого по этому уголовному делу директора лодочной станции ООО «Приста» Леонида Жданова журналисты подловили в коридоре Дома правосудия. Моей вины нет. Между тем, Леонид Жданов проходит по весьма серьезной статье Уголовного кодекса. Выполнение работ или оказание слуг, повлекшее смерть по неосторожности двух и более лиц. Наказание по ней до 10 лет лишения свободы. По логике, смотрите, это причал, отвечает за сохранность судна. А происшествие случилось на воде уже в акватории. Не видите никакого противоречия здесь? Все противоречия, надеюсь, будут сняты в ходе судебного следствия. Родственники погибших в результате крушения катамарана требуют сурового наказания для вероятного виновника. Конечно, хочется узнать, почему так все произошло. Так нелепо и дорогие дети поехали отдыхать. Катастрофа произошла 11 июня прошлого года. Катамаран «Елайн-12» с 16 пассажирами на борту врезался в буксировочное судно капитан Вечеркин. От удара катамаран перевернулся. Моряки Вечеркина и подоспевшие спасатели пытались вытащить из 13-градусной воды тех пассажиров, которых выбросил из палубы. Остальные один человек оказались заблокированными в трюме и утонули. Катамаран удалось извлечь из воды с помощью 25-тонного крана только на следующий день. В ходе расследования выяснилось, что на судне отдыхали волгоградские полицейские. Отмечали сразу два дня рождения. Жены инспектора технодзора местного управления ГИБДД Александра Алифашкина и его коллеги, командира роты майора Виталия Неграша. На судне тот был вместе с супругой Еленой и 17-летней дочерью Ингой. Незадолго до крушения они отправили родственникам видеосообщение. Сейчас соберемся и на катере, на катамаране приплывем к вам. Погибший за штурвалом владелец судна скандально известный Дмитрий Хахалев, бывший депутат Волгоградской городской думы. 11 лет назад его судили за хулиганство и изнасилование. Известно, Хахалев занимался транспортировкой и продажей нефтепродуктов. Говорят, Хахалев тесно дружил не только с сотрудниками ГИБДД, но и транспортной полицией. Погибший были его друзьями. Это подтверждает и последний владелец яхты Владимир Оплеталин. Все считали, что это его яхт. Не было ни одного человека, который бы в этом усомнился. А требовать, допустим, договор купли-продажи или какие-то документы, ну это нонсенс. На записях камер наблюдения видно, как Дмитрий Хахалев с друзьями направляется к катамарану. Алкоголь несут ящиками. В числе других грузов воздушные шарики, провизия. В каком состоянии пассажир непонятно, но точно известно. Ни прав на управление, ни судовых документов у господина Хахалева не было. Они обязаны перед выпуском убедиться, что судоводитель взял с собой удостоверение, взял с собой судовой билет, что у него есть норма, и что он трезвый. Катамаран ЕЛАН-12 выпустили с лодочной станции, и это ответственность директора Жданова с перегрузом и без документов. Позже появятся сведения о том, что катамаран работал без регистрации, то есть нелегально, как, собственно, многие плавсредства Волгоградской области. Все авторитетные люди, как правило, выходят без всяких правил, просто пользуются, возможно, связями, либо просто им никто не указ. Вот, если бы кто-нибудь даже попробовал бы Хахалеву сказать, ну-ка, погоди-ка, давай-ка проверим, все ли у тебя в порядке, я думаю, он был бы послан далеко и надолго. Директора лодочной станции пристали Анида Жданова, арестовали сразу, но вскоре отпустили, запретив лишь заниматься определенными видами деятельности. К слову, Жданов до сих пор руководит лодочной станцией. После катастрофы по всей Волгоградской области прошли рейды, строгие проверки, катера без регистрации вытаскивали на берег. Получается, надзорные органы только после крушения и гибели людей взялись исправлять ситуацию. Главный предположительный виновник происшествия Дмитрий Хахалев погиб, то есть сам же и поплатился за свою халатность. У Леонида Жданова впереди судебный процесс, вероятность получить реальный тюремный срок.